Здравствуйте! Вы находитесь на канале о дизайне и ремонтах Good Idea, а с вами, как всегда, Кевшин Александр. Сегодня я покажу вам, пожалуй, один из самых особенных проектов, которые нам довелось разработать. Смотрите ролик до конца и увидите все сами. Поехали! Это двухкомнатная квартира, общая площадь которой составляет 66,3 квадратных метра. Если говорить об изначальной планировке, то она, конечно же, подверглась определенным изменениям. Но об этом поговорим, пожалуй, в заключительном обзоре с данного объекта. Ну а сейчас перейдем к визуализациям. Итак, первое, куда мы попадаем сразу после входа в квартиру, это прихожая. Площадь ее составляет 2 квадратных метра. Да-да, не удивляйтесь, всего 2 квадратных метра, так как остальную площадь будет занимать гардеробная. Ее квадратура 4 квадратных метра. Первое, во что упирается наш взгляд, это большое зеркало от пола до потолка на противоположной стене. С одной стороны оно визуально расширяет пространство, с другой скрывает за собой дополнительное место хранения. С третьей, естественно, помогает оценить свой внешний вид перед выходом в свет. Так как квартира выполнена в минималистичном стиле, особых излишеств вы здесь не увидите. И в этом можно с легкостью убедиться, посмотрев на все со второго ракурса. С него открывается частичный вид на коридор и сама зона прихожей, в которой кроме домофона и выключателей в принципе ничего нет. Но уж если и говорить о разнообразии и акцентах, то нам следует перевести взгляд на противоположную сторону, где разместилась пресловутая гардеробная в четыре квадрата. Выполнена она в классическом сочетании черного металла, из которого сделаны основные конструкции раздвижная система и шпанированного ДСП под дерево. Легкости всей этой конструкции придает обильная LED-подсветка фактически каждого элемента. Здесь расположены основные места для хранения вещей, как открытого типа, для обуви, верхней одежды и сумок, так и закрытого в виде выдвижных ящиков. В правом углу, который особо-то и не просматривается, будет размещен бойлер, стиральная и сушильная машины. Переходим к ракурсам, с которых частично виднеется зона кухни-гостиной и коридора. Площадь его, кстати, ни много ни мало, 7,3 квадратных метра. Тут уже наглядно становится понятно, что же такого особенного в этой квартире. Абсолютно все, включая потолки, стены, полы, мебель и технику здесь будет черного цвета. Дали мы этому интерьеру гордое название Total Black. Как вам такой дизайн, а? Обязательно напишите в комментариях свое мнение и не забудьте поставить лайк. Ну а мы переходим в следующее помещение. Санузел общей площадью 4,2 квадратных метра. Итак, что нам удалось разместить в этих габаритах? Справа от входа расположился умывальник с открытым сифоном и тумба для всяких там полотенечек, зубных паст, бритв, мыла и так далее. Над ними большое зеркало с подсветкой. А в левом углу мебельная конструкция закрытого типа от пола до потолка. Само собой разумеется, что она предназначена для хранения более бытовых принадлежностей. Туалетной бумаги, моющих порошков. В общем, что-что, а уж шкафчики лишними так точно не будут. Разворот на 180 градусов, ведь здесь также есть чем с вами поделиться. Как уже говорил ранее, абсолютно все в этой квартире черного цвета. Это же касается и сантехники. В наше время никого не удивишь отдельными элементами черного, но собрать весь комплект, да еще и в одном стилистическом направлении, задача явно не для слабонервных. Что же в итоге получилось у нас? Смотрите на нашем канале в недалеком будущем, а пока предлагаю поставить большой пальчик вверх и оставить свой комментарий под этим видео. Справа на визуализации, прямо напротив входа в санузел, разместился высокий дизайнерский полотенцесушитель трубчатого типа с дополнительными вешалочками. А прямо по курсу подвесной унитаз на встроенной в стену инсталляции и стеклянная душевая кабина размером метр на 80 сантиметров. Покидаем это замечательное помещение и перемещаемся в основной обитель тишины и спокойствия в спальную комнату. Ее площадь, если опираться на общепринятые понятия, может показаться довольно-таки небольшой, всего 10,7 квадратных метра. Тем не менее, нам удалось разместить здесь все необходимое для этой зоны. Начнем, пожалуй, с вот этого ракурса. Если у вас сложилось впечатление, что кровать зависла в воздухе, это правильное впечатление. Для тех, кто может быть был не в курсе, есть отдельный подвид спальных мест, который так и называется – парящая кровать. Имеются в этом варианте свои плюсы и минусы, но выглядит это эффектно. Согласны? Пальчик вверх и продолжаем. Минимализм превыше всего. Эта мысль так и напрашивается при виде прикроватных полочек, ведь все уже давно привыкли видеть на этих местах грузные тумбы. Так вот, на одной из них разместилась очень неординарная лампа-ночник, а на другой – не менее прикольный потолочный светильник от Idealux. Кстати, вариант с использованием в прикроватной зоне абсолютно разных источников освещения также нельзя назвать общепринятым и закономерным. Интересно было бы услышать ваше мнение насчет того, какой подход больше нравится вам – симметрия или разнообразие. На этой же визуализации эффект парящей кровати просматривается еще куда больше. Надеюсь, что у заказчиков не возникнет желания что-то изменить в самый последний момент и нам удастся реализовать все в том виде, в котором вы сейчас наблюдаете. А для того, чтобы не пропустить обзор уже готового ремонта и сравнить результаты, нужно нажать всего лишь на две кнопочки – подписаться и колокольчик. Кстати, в самом начале видео забыл упомянуть, а кто же будет проживать в данном интерьере. Это молодая современная семья с маленьким ребенком. А сейчас посмотрим на все с другого ракурса. В зоне напротив кровати разместился основной функционал помещения. Справа – детская кроватка, также в основной стилистике всей квартиры. Слева – макияжный столик с мягким пуфом и большим зеркалом с подсветкой. По центру же многим может показаться, что это колонна, которую мы просто обшили ДСП. Но нет, это весьма объемный шкаф размером 2,70 на 80. Он полностью сможет покрыть потребности заказчиков в месте для хранения как личных вещей по типу нижнего белья, так и вещей для ребенка. Переходим с вами к завершающей фазе обзора. Ну а я предлагаю вам посмотреть, что же здесь происходило буквально двумя неделями ранее. Так, совсем небольшая вставочка о том, как здесь обстояли дела. Недавно поменяли двери на вот такие замечательные, классные. Черные двери. О том, что это за двери, сколько они обошлись, кто их производитель, вы узнаете, конечно же, в финальных видео. Вот, а пока просто смотрим на то, что есть. Как обычно, в углу спрятались системы антипотоп и фильтра. Все это будет находиться в мебельных конструкциях. О всем этом можно будет узнать из визуализации, которые вы увидите в этом выпуске. Также из интересностей на данном объекте это освещение. Многие нас за него ругали и ругают. Были предложения относительно того, что почему бы не сделать везде рельсы, почему не сделать бы везде трековое освещение, ведь оно очень мобильное и функциональное. Так вот, здесь именно таким образом мы поступили. Все освещение здесь основано на трековых системах. Также очень крутая, классная, прикольная, но не самая дешевая штука. Это плинтуса скрытого монтажа. И, естественно, к ним в придачу у нас присоединяются и вот эти дверки скрытого монтажа, которые вы сейчас видите перед собой на экране. Серега сейчас прорисовывает благодаря вот этой шучке и снятым размерам более детальную раскладку плитки, которая будет находиться в санузле. Сейчас именно этим этапом заниматься мы и будем. Кстати, на самом объекте закончен второй этап работ. Сейчас приступаем к третьему. Во второй этап вошли, точнее в первый и второй, все работы по инженерии, то есть черновая сантехника, черновая электрика, плюс штукатурные работы, демонтаж, монтаж гипсокартонных конструкций, подготовительные работы по малярке, ну и некоторые смежные работы типа подоконников. Кстати, подоконник здесь тоже необычный. Он вот такой вот черный-черный, красивый-красивый подоконник от фирмы Topolit. Для тех, кто не знает, очень классная штука. В огне не горит, в воде не тонет. Можем также более детально рассказать и об этом виде подоконников, как и о всех остальных. Короче говоря, всего хорошего понемножку. Все это помещение раньше выглядело совершенно иначе. Это было не одно помещение. Как это все выглядело, вы можете увидеть у нас на канале в самом-самом первом видео с данного объекта. Когда я делал маленький обзорчик ЖК-7, вот ссылочка обязательно появится в правом верхнем углу. Сейчас это вот такой крутой open space. Глянем, что у нас здесь есть еще. Плинтуса скрытого монтажа, о которых я вам говорил. Конечно же, отдельно стоящая... Ой, конечно же, отдельная комната. Спальная зона. Без нее, в принципе, невозможно. Тоже очень классная штука. Это панорамное остекление. Было бы глупо, если бы оно было другим, поскольку здесь открывается просто бомбезный вид на правый берег. Печерск. В общем, красота. Пока вот это все не застроили, можно будет любоваться этим видом и дальше. А даже если и будут это все застраивать, то мы сейчас находимся очень высоко. И мне кажется, если и будут строить, то будут строить что-то пониже. Хотя, если посмотреть вот туда, на Риверстоун, Риверстоун, жителям первых домов также обещали, что перед ними новых домов не настроят. Попродавали за бешеные деньги видовые квартиры, а в итоге построили еще три дома. Вот третий как раз достраивает. Короче говоря, не будем о грустном. Вот эти трековые направляющие. Об этом чуть больше, думаю, поговорим в финальном эпизоде данного объекта. В общем, красота. Это для тех, кто не знает, маты теплого пола. Выглядят они вот таким образом. Это те маты, которые используем мы. Magnum Hitting. Такая вот штукенция. Об их монтаже также поговорим, если вам будет интересно. Плитка от Zeus Keramica. Неизменно отдаем ей предпочтение, так как это довольно-таки недорого и очень качественно. А главное, что производится в Украине. Хоть и по итальянской технологии, и при использовании итальянского оборудования. Вот эту часть 10 сантиметров по периметру для чего? Для того. Хорошо. А чего? Для того. Ядроизоляция, наверное, да? Вот так светит глаза. Ай-яй-яй. Представь, как тяжело мне, Сергей. Для чего люк у тебя над головой находится? Для обслуживания вентилятора. Хорошо. Расскажем об этом попозже. В последнем видео. В последнем видео расскажем. Не в последнем, а в заключительном видео с данного объекта. Не люблю слово крайний. Никогда не был. И не любил быть крайним. Вот такая вот вставочка. Движемся дальше. Площадь Ливингрума составляет 20 квадратных метров. И вот как мы их обыграли. По центру расположился огромный диван размером 3х2 с небольшим метра, который с легкостью вместит на себе не только хозяев квартиры, но и большую компанию их друзей. А также в недалеком будущем однозначно станет одним из любимых мест времяпровождения для ребенка. В левой части находится телевизор с консольной тумбой во всю длину под ним. Справа же комбинированный шкаф с открытыми полками для хранения книг, сувениров и закрытой секцией для того, что взору общественности не подлегает. Теперь посмотрим на все с противоположной стороны. Здесь хотелось бы уделить чуть больше внимания освещению. Реализовано оно на данном объекте за счет двух основных элементов. Первый – RGB LED-подсветка по всему периметру квартиры, так называемый парящий потолок. Это решение было принято в первую очередь для того, чтобы визуально снять нагрузку с черного потолка и иметь возможность под настроение менять концепт помещения. Второй – трек-системы направленного света, как основной источник. Модульность позволяет перемещать их в любое место направляющей, снимать и добавлять споты, и смещать световые акценты в любую точку при необходимости. Сейчас такой вариант освещения является, пожалуй, самым востребованным и актуальным в дизайне, так как это и практично, и симпатично. Сделав буквально пару шагов, мы с вами оказываемся в кухне-столовой, площадь которой 18 квадратных метров. Так как эта зона объединена в единое пространство с предыдущей, общая площадь составляет 38 квадратов, и находиться в таком обширном пространстве – одно удовольствие. Столовая реализована за счет отдельно стоящего стола на 4 персоны с возможностью трансформирования на 8 человек. Подсвечиваться все это будет очень интересным, на мой взгляд, подвесным светильником на 5 ламп. Его продолговатая форма и широкие плафоны позволят полностью удовлетворить потребности в освещении данной зоны. Сама же кухня будет очень вместительной, ведь помимо двух пеналов, в которых будут расположены духовка, микроволновка и холодильник, включает в себя ряд верхних шкафчиков во всю высоту от рабочей поверхности до потолка. Фартук же выполнен из керамогранита. Этот вариант и на данный момент остается одним из самых популярных наряду с установкой скиналей. Освещение здесь реализовано за счет трех элементов – LED-подсветка рабочей зоны, магнитная трек-система и ниша скрытого света на потолке. Надеюсь, интрига, которую я посеял в начале этого ролика, оправдана, и данный дизайн действительно удивил и по-хорошему поверг вас в шок. Очень интересно узнать ваше мнение по поводу подобного рода интерьеров. Съедает ли черный цвет пространство или же выглядит очень стильно при правильном подходе? Представляете ли вы себя в нем? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте поставить большой пальчик вверх и кнопочку подписаться. С вами, как всегда, был Сашка. Я пошел! Субтитры сделал DimaTorzok